добрый день друзья с вами канал далее от города и я не на коновалова многие подписчики просят чтобы я поделилась рецептом приготовления муларда сегодня настал тот самый день когда у меня есть возможность приготовить вот такое красивое вкусное ароматное блюдо где идет картофель в качестве гарнира а сама уточка мулард запекается в духовке в рукаве но обо всем по порядку ну что приступаем к приготовлению муларда значит что нам потребуется нам потребуется в первую очередь приготовить маринад в котором и который мы не натрем нашему лада для этого берем столовую ложку растительного масла сюда же отправляем пол столовой ой пол чайной ложки соли сюда же отправляем на перчик вот так вот наверное чуть больше чем на кончике чайной ложки чайную ложку горчицы 2 чайных ложки меда и 2 чайных ложки значит соевого соуса все хорошо перемешиваем нашу утку смазываем обильно снаружи и внутри кстати в этом маринаде очень хорошо замариновать крылышки для того чтобы их потом сделать барбекю на мангале очень обалденный маринад теперь нам нужно достаточно одного зубчика крупной крупного зубчика чеснока выдавить через чеснок отдавку и также намазать уточку внутрь помещаем дольками крупное яблоко знаете можно и туда поместите грушу небольшое яблоко и небольшую грушу то есть яблоко либо яблоко с грушей значит все мы хорошо поместили прокалываем зубочисткой закрепляем так чтобы это дырочка у нас в общем была вот так вот закрыта и накрываем пакетом минут на 30 от муларда у нас остались потрошка и мы также их пустим вход значит будем делать такой вот мясной гарнир тоже запеченной в духовке с картошкой потрошками и овощами утку помещаем пакет и делаем один вот такой прям небольшой разрез теперь можно нашему ларда отправлять в духовку на час сорок при температуре 200 градусов пока у нас запекается утка приготовим гарнир в целом как-то по количеству я не могу сказать сюда все берется на глаз потребуется нам картофель сладкий перец лук и морковь значит все нарезаем картофель покрупнее это все помельче картофель нарезаем картофель нарезаю я если он небольшого размера на 4 часть перчик можно кого вот такими размерами можно кубиками в общем не принципиально морковь колечками не надо совсем мелкими лук пополам половинку пополам из лука можно покрупнее нарезаем потрошка небольшими размерами и отправляем к ваше в емкость с овощами добавляем зелень прям буквально немножечко две столовые ложки растительного масла солим по вкусу добавляем парочку лаврового листа и специи у меня в данном случае молотые бархатцы очень нравится нам эти специи вы можете добавить специи на свое усмотрение о том как я делала специи из бархатцев у меня есть отдельное видео обязательно посмотрите каждую конец лета мы заготавливаем эти специи все перемешиваем накрываем крышкой и даем настояться все то время пока у нас запекается наш мулард ну в общем где-то часа достаточно того чтобы ваши овощи пропитались значит соками всех присутствующих овощей помещаем в рукав и как только освободится наша духовка отправляем при температуре 200 градусов для запекания на час да кстати обязательно сделайте маленький надрез уточка запеклась пакет значит разрезали видите очень мало жира практически его нету это можно выливать сама по себе утка хорошо пропеклась очень мягкая я делала надрезик чтобы проверить теперь нужно приготовить гарнир и можно подавать на стол гарнир также запекается у нас в рукаве в духовке уже почти он подходит аромат стоит на весь дом картошка наша приготовилась теперь ее можно значит какую-то переложить в емкость я специально запекаю сразу вот в такой стеклянной чтобы сразу мне его и перекладывать вы ребята такой аромат какой аромат сверху мы выкладываем нашу уточку муларда посыпаем зеленью и можно подавать к столу хочу показать как утка пропеклась внутри очень красиво смотрится очень эстетично яблочко внутри дало сок и за счет того что яблоко сладкое и уточка будет сладковатой ну и плюс мед горчица сочетание очень хороший в общем видите утка мягкая вот специально разрезаю очень хорошая очень мягкая так что можете готовить я уверена вам понравится это блюдо что это блюдо